У меня такое впечатление сложилось интересное, что мы сегодня все здесь говорим более или менее про одно и то же. И это обнадеживающее впечатление, потому что, вероятно, это одно и то же чрезвычайно важно. И мы натыкаемся на него с разных дисциплинарных сторон. Я думаю, что не только мы все в какой-то мере путешественники, и не только туристы, и все здесь находящиеся люди повидали разное. И, наверное, согласятся с тем, что культуры обогащают друг друга через заимствование друг у друга. Я же со своей профессиональной колокольни, а мне приходится оказываться внутри культуры, очень часто как актор, как действующий внутри чужой культуры, я заметил интересную вещь, которую я хотел бы поделиться с вами. Я заметил, что культуры обогащают друг друга не просто через заимствование, а через такие заимствования, которые заимствующая культура перевирает. То есть важно не просто взять себе какой-то элемент чужого, а важно воспользоваться им категорически не так, как им пользуются те, у кого ты позаимствовал. Я проиллюстрирую это свое наблюдение некоторыми примерами и начну, пожалуй, с семейной истории. Моя фамилия Манацков-Казачья, и как многие старые фамилии, она имеет географическое происхождение. Есть такой приток Дона-Маныч. Так вот, предки мои поучаствовали в разных всяких бурных исторических событиях, стараюсь от них не отставать. В частности, в конце 17 века, как вы знаете, происходил раскол религиозный, и это было связано со всяческими брожениями, в том числе и на Дону, и в Москве, кстати говоря. Один из моих предков, Самойла Манацков, очень известный старообрядческий священник, был казнен на берегу Москва-реки. Это имело большой резонанс, собственно, на Дону, откуда он и происходил. И с Дона в тот момент, когда добрались и до тех старообрядцев, некоторые группы пытались уходить. Знаете, есть, может быть, такие казаки-некрасовцы, которые недавно вернулись, относительно недавно, из Турции, куда они ушли. Они ушли очень далеко. А Лев Манацков, такой атаман, он увел около 4000 семей на Кубань, благодаря чему, собственно, и возникло кубанское казачество, которое потом очень сильно пополнилось пришедшими туда казаками Сечи, которую разогнали на 100 лет позже, в XVIII веке. Так вот, у кубанских казаков в начале XIX века появилась такая песня, которую сочинил украинский поэт Гребенка. Ну, на русском языке так часто бывало, что украинские писатели писали на двух языках. Такое стихотворение написал. «Поехал далеко казак на чужбину, на верном коне вороном, свою Украину навеки покинул, ему не вернутся в отеческий дом. Напрасно казачка жена молодая и утро и вечер на север глядит, все ждет, поджидает с далекого края, когда ее верный казак прилетит. Казак и просил, и молил, умоляя, умирая, насыпать курган у себя в головах, пускай на кургане калина родная растет и красуется в ярких плодах». Ну, в общем, все кончилось плохо, как чаще всего и бывает в казачьих песнях на такой архетипический сюжет. И эту песню он писал уже в расчете на такую архетипическую, опять же, украинскую мелодию, приблизительно таким же образом, как она пелась тогда, она поется на Кубане и сейчас. Она звучит приблизительно так, один из вариантов. «Поехал казак на чужбину далеко на верном коне, на своем и вороном свою краину навеки он покинул, ему не вернуться в отеческий дом» и так далее. Такая очень запоминающаяся мелодия, я думаю, что половина из вас уже могли бы подхватить следующий куплет, если бы знали слова. Такая возможность вам еще представится чуть позже. Эту песню переняли, позаимствовали оставшиеся на Дону другие мои предки. И у них она зазвучала вот так, и звучит и сегодня. Я слышал в экспедиции, например, такой вариант. Поехал, поехал казак в очужбину далеку, на верном коне своем и вороном свою он. Поехал, поехал казак в очужбину далеку, на верном коне своем и вороном свою он. Поехал, поехал казак в очужбину далеку, на верном коне своем и вороном свою он. Поехал, поехал казак в очужбину далеку. Это один куплет. Да? Что произошло? Была короткая, ясная мелодия. Ее выкинули. Был понятный, четкий ритм. Долой. Была понятна рифма, потому что от одной рифмы до другой проходило мало времени в предсказуемом ритме. В том варианте, который я вам пою, рифма, в принципе, тоже где-то там в гуще осталась. Но мы уже не регистрируем ее как существенный элемент. То есть с песней поступили совершенно бесцеремонно. От нее, в общем, мало чего осталось. А к чему мы пришли? Путешествие от начала к концу мелодии стало более долгим и более сложным. Сложность и художественное качество, конечно, не взаимно тождественные понятия, но очень близкие. Я что отмечал еще, например, Набоков. Если я, например, симпровизирую какое-нибудь стихотворение в духе мы в Сколково, надежде нашей Родины, ну и что-нибудь дальше в этом духе. И Бог есть любовь закончил. И спрашиваю вас, хорошие стихи? Вы, вероятнее всего, скажете, что стихи паршивые и будете правы. Не только в связи с их, так сказать, идеологическим наполнением, а и по форме. Почему? Потому что я сразу же, как говорят актеры, сыграл результат. Сразу сказал вам, ну, очень простым путем пошел. А эта песня, Донская, Донской второй вариант, идет очень длинным путем. Как говорят сами казаки, она коленистая. И, кстати говоря, это расстояние во времени очень перекликается с расстоянием физическим. Мне рассказывали во многих хуторах одну и ту же историю. Мол, из нашего хутора выезжал казак и запевал «хво», доезжал до того хутора и заканчивал с «дик». Слово «хвоздик» он пел. То есть именно то, что я говорю, перевирание привело к возникновению какого-то совершенно замечательного нового феномена. Причем звучащего очень, заметьте, какая интересная штука. Эта новая вещь звучит очень как бы архаично. Если сравнить эти две песни, первая песня, которая появилась очень давно, она звучит, ну так, почти современно. А вот эта песня вторая, которую я спел, которая появилась сильно позже, на самом деле относится к недавно возникшей традиции. Это я вам говорю уже как, ну и фольклорист через запятую с композитором, что вот такой способ пения казачий с таким запевом и таким два раза повторяющимся, как бы, куплетом, он относительно недавний, но звучит как будто это прям, ну какие-то глубокие корни говорят. Примеров такого рода в музыке очень много. Ну, если взять, вот я сейчас, например, нахожусь в окружении всяких инструментов, струнных и ударных инструменты академической западной музыки, суть, в принципе, сильно искаженные и перевранные ближневосточные инструменты. Началось во времена крестовых походов, когда, ну вот все видели картину, у меня я не заготовил слайда, но все знают, все могут сделать мысленный слайд, картина Караваджо «Лютнист». Там такой томный юноша, у него лютня. Кто не видел лютню даже, тот вспомнит. Что такое лютня? Слово аль-уд, лютня, аль-уд, арабское, означает дерево. И у арабов лютня имеет, как бы, как говорят некоторые музыканты, лысый гриф, как скрипка наша, да? И крестоносцы взяли этот предмет в руки и сказали, а как, как два звука-то вместе играть, непонятно, куда палец ставить. И навязали о кощунство на этот лысый гриф из жилок порожки, ну или, как еще говорят, лады. Благодаря ладам фиксация струны на определенной высоте стала очень удобной. Стало можно сыграть два звука, и три звука, и четыре, и пять. Стало возможно взять аккорд, то, чего нет в восточной музыке, и тогда почти еще не было в европейской. Через пару веков выяснилось, что можно взять не только аккорд на этих порожках, а можно еще играть две мелодии одновременно. А если ловко написать, то и три мелодии одновременно. Это называется в музыке полифония, и вся музыка ренессанса выросла, по сути, что называется, на питательном субстрате вот этой самой лютни в руках. Не было бы ее, мы не имели бы Даулинда, не было бы ее, мы не имели бы Монтеверди. А Монтеверди, как мы все знаем, это начало оперы. Опера выросла из этого корня. Потом лютневая техника была унаследована гитарой, и, соответственно, если мы вспомним прошлый век, самая запоминающаяся музыка прошлого века была сочинена каким-нибудь парнем, сидящим и перебирающим аккорды на гитаре. Если бы не было того события, мы не имели бы ни Битлз, ни, ну, you name it, да? Ничего этого не было бы. Все это восходит, все это богатство, которое из этого выросло, восходит к тому самому моменту, как какой-то никому неизвестный человек, вероятно, грязными пальцами, мокрые, потому что иначе не закрепишь, вонючие жилки навязал на очень красивый ближневосточный инструмент, который вы можете обнаружить сейчас, если поедете в Турцию или в Египет. Недорого продается, точно так же звучит, и на котором сами они играют во всем этом обширном ареале музыку, практически не изменившуюся с того момента, как этот инструмент был позаимствован европейцами. Конечно, есть большой соблазн отнести эти события насчет такой как бы медитативности, приписываемой нами Востоку, и как бы изобретательности, приписываемой нами Западу. Но есть и совершенно обратные примеры. Например, скрипка. В XIX веке, во время английской колонизации Индии, южноиндийские музыканты увидели, что тут есть какой-то у них странный англичан инструмент, подходящий, и позаимствовали его для своей классической музыки карнатик. И уже очень скоро оказалось, что техника индийского музыканта на этом инструменте превосходит европейскую по ряду параметров так, что даже средний индийский музыкант, он недосягаем по уровню частоты интонации и тонкости мелизматики даже для самого крутого европейского или вообще западного виртуоза. То есть произошел колоссальный скачок. В то же время, с точки зрения европейского музыканта, тембр инструмента и постановка рук у индуса совершенно недопустимые. Тот же самый эффект. Переврали, получили прекрасный результат. В моей собственной практике таких примеров тоже довольно много, можно создать его прямо сейчас. Вот по этому инструменту предполагается бить. Или в окружающем нас мире, например, недавно, куда-то это отошла мода, во всех московских кофейниках заваривали чай в кофейниках для френч-пресса. Помните? Получался, кстати, довольно быстро, довольно хороший чай. В то время как кофе в кофейнике для френч-пресса получается, по-моему, отвратительный. Хуже этого кофе только тот кофе, который вам наливают в Америке в каком-нибудь дайне с дружелюбной улыбкой, как бы еще и спрашивают, хороший кофе. А чай получается неплохой. В изобразительном искусстве тоже сплошь и рядом такое происходит. Например, африканское искусство, ну, скажем, возьмем Модельяне и Пикассо, на которых оно оказало влияние колоссальное. Они увидели эти самые африканские маски и нашли в этих масках некий новый, как бы обобщенный, как бы аналитический способ взгляда на человеческое лицо. И для Модельяне, для Пикассо, еще для тьмы художников это оказался как бы новый путь изображения человека. В то время как созданы эти маски были, опять же, как африканист бывший вам говорю, исключительно с целью создать что-то, что, ну, точно не человек. То есть они как бы антиатропоморфны. Маски были созданы для того, чтобы тот, кто их надевал во время ритуала в каком-нибудь тайном обществе, точно не воспринимался как человек. Это какое-то существо из другого мира, из другой реальности. И примеры эти можно продолжать, их очень много. Вы можете, так сказать, и вокруг посмотреть и так далее. Как добиваться, можно ли добиваться такого эффекта сознательно? И что, в какой ситуации мы находимся сейчас? Вот мы сейчас смотрели прекрасную картинку группы АС плюс Ф. Мы сейчас живем в очень интересном мире. Я бы чем-то уподобил ситуацию той, в которой каждый из нас оказывался в детстве, когда рисовал акварелью. Знаете, этот момент, когда в каждой ванночке с краской уже есть все краски. И банка, в которую ты макаешь кисточку, она уже неопределенно бурого цвета. То есть, некоторый лимит на то, чтобы смешивать разные ингредиенты, если не достигнут вполне, то уже во всяком случае только большую изобретательность. Мы можем искать новые ингредиенты для того, чтобы такого рода смеси продолжать. В музыкальной области я бы сказал, что этот лимит превышен уже очень давно. Ну, скажем, вспомните, если где-нибудь еще в 80-е годы была большая новость посадить на одну концертную эстраду людей из разных традиционных каких-то культур, скажем, какого-нибудь индуса, австралийца, еще кого-нибудь, и кого-нибудь северного. Все это желательно посадить на какой-то общий барабанный бит, и это звучало достаточно свежо. То сейчас, если мы будем петь, скажем, русскую народную песню под аккомпанемент, ну, давайте самую пошлость возьмем, Диджи Риду и Джембе, то это могут слушать уже только сильно покурив в каком-нибудь хиппи, в каком-нибудь самом заштатном клубе, нас с вами, как публика искушенная, это уже не удивит. Нужны какие-то новые ходы, нужна какая-то новая территория. И вот здесь для меня лично примером являются все те же казаки, потому что они переселялись на новое место и становились кем-то еще. Они не единственный пример, гораздо более мощный пример такого рода, это, скажем, английская и американская культура, которые разделились, а потом, давай друг у друга заимствовать. Есть даже люди, которые, собственно, состоят из этих двух пополам культур, как, допустим, Томас Стернс Эллиотт. Казаки оказывались на новом месте, оказавшись на Тереке, они становились горцами, оказавшись в Турции, они становились во многих отношениях турками, но каждый раз то, что они заимствовали, они заимствовали по-своему, и делали из этого что-то свое, ни на что не похожее. Что, кстати говоря, разительно отличает настоящих казаков от тех, кто сегодня себя таким образом называет. Только неплодотворный человек будет ориентироваться вот куда-то туда, на что-то, что было, на архаику. А самый интересный путь впереди, в том, что будет, и это и есть путь того, что можно назвать авангардом. Конечно, в смысле географическом наш мир стал действительно плоским, мы побывали везде. Уже, ну, я думаю, что здесь нет ни одного человека, который не был бы хоть где-то с границей, да? Мы все повидали. Заполнены уже даже хорошо. Остались, конечно, еще места вроде Тикси или некоторых районов Афганистана, как мы сегодня видели, но даже они в культурном смысле нам более или менее понятны и представимы. Мы уже не живем в том мире, когда, как люди в старые времена думали, что в Индии живут одноногие, и поэтому путешествие в Индию представлялось чем-то волшебным, таинственным. Но ведь, как я уже говорил выше, путешествие и смешивание можно производить не только в пространственном, но и во временном отношении. Можно взять, например, как я люблю, какой-нибудь очень старый текст, совершенно не предназначенный для чего-нибудь, для какого-нибудь использования, и использовать его так, как тебе хочется. Можно, например, создать новую народную песню. Ведь традиции, как опять же сегодня попытался проиллюстрировать, могут возникнуть очень быстро. Вот ее только что нет, и вот уже новая традиция. Я предлагаю вам прямо сейчас спеть со мной песенку, которую я даже не могу сказать, что ее сочинил, настолько она простая. Есть одно из любимых моих стихотворений Лермонтова. И это у фольклористов называется «Вторичная фольклоризация». Собственно, то же, что делают казаки очень часто. И мы с вами можем сделать. Очень простая мелодия. Она настолько простая, что тот, кто захочет подпевать, кто не хочет, не пойте, бог с вами. А кто захочет, может начать подпевать даже не со второго куплета, а чуть ли не с первого. По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел, И месяцы звезды, и тучи толпой, В ней молитой песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духом, Под сенью райских садов. О Боге великом он пел и хвала, Его непритворно было. Он душу благою в объятиях нес Для мира печаль и слез, И звук Его песни в душе молодожь, Остался без слов, но живой. И она на свете, да милость одна, Грова в ней чудных полна, И звуком небес заменить не моглись, В ней художные песни земли. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...